Слушай, у тебя Майнкрафт на телефоне есть? Слушай, у тебя ещё какие-нибудь игры на телефоне есть? Чё-то у тебя скучно. Я вообще хочу кушать, и игрушки у тебя какие-то скучные. Давай чё-нибудь поделаем, а давай лучше порисуем. Ой, да-да, есть там Майнкрафт, рисовать на телефоне тоже рисовалка есть, только мне телефон очень нужен. Дай, пожалуйста, мне нужно сделать очень серьёзный и важный звонок. Пожалуйста, я тебя прошу. Нет, я хочу играть. Я дошёл только до третьего уровня. Мне ещё 4775 уровней пройти надо. Да. Ё-моё, я так скоро с ума сойду. Посиди пока что тихонечко. Всем привет, ребята, меня зовут Компот, это просто невыносимо. Я сейчас сойду с ума, серьёзно. В общем-то, ребятки, я вот так вот решил посидеть с племянником. Ну как, мне его привезли, сказали, посиди, пожалуйста, с ним вот буквально пару часов, пока там жители собираются в город съездить. И я, ребятки, решил не отказывать, как говорится, и решил посидеть, собственно, с ним. И лучше бы я отказался, честно слово. Ну его нафиг вы. Это что, всегда так что? Это ужас какой-то. Он шумит, он ломает мой телефон. А что самое главное, ребятки, он не отдаёт мне ничего. То, что попадает к нему в руки, пропадает навсегда, ребятки. Вот сейчас мне нужно сделать очень серьёзный звонок по телефону. Очень важно. Мне нужно обсудить поставки нового зерна себе на огороды. Вот, смотрите, у меня просто картошка. Смотрите, какой ужасный сорт. Мне нужно обсудить новые поставки, ребятки. Они бывают только раз в год. И если сегодня я не позвоню, то всё. Я сегодня просто не смогу ничего сделать уже, к сожалению. Поэтому, ребят, мне как-то нужно срочно отнять у него этот телефон. Иначе никак. Я не знаю, хоть грабь его, и вы скажете, Компот, ты что, с ума сошёл? Ограбить ребёнка? Это как у ребёнка конфетку отобрать. Это очень просто. Но, ребята, порой у ребёнка отнять что-то тяжелее, чем у профессионального какого-нибудь грабителя или у профессионального охранника. Но у кого есть младшие братья и сёстры, вы, наверное, меня понимаете. Хотя у меня нет ни братьев, ни сестёр. Вот так вот. Но, ребятки, вот такая вот обуза есть. Ладно, погнали домой быстрее. Слушайте, ребята, а может, я зря так? Может, просто попросить его по-хорошему? Он всё поймёт, что тут происходит? Гори, гори, ясно, чтобы не погасло, Компот. Вот теперь весело. Какого фига? Это вообще не весело. Вы, ты чё так делаешь? Ай, ё-моё, я ещё наступил на твоего солдатика. Ты можешь, пожалуйста, с собой убирать игрушки? Слушай, а ты не хочешь назад вернуться к жителям? Может, всё, мы насиделись вместе? Нет, мы не насиделись ещё. Я ещё играю в телефон. Мне на самом деле тут очень нравится. Я, наверное, ещё на дня три у тебя задержусь. Понятно, понятно, ребят. Я понял, сейчас я вернусь, минуточку. Ребята, всё, я был прав. Его нужно сто процентов грабить. И сегодня мы испытаем 7 способов, как ограбить ребёнка. Как гурать что-то у ребёнка, ребятки. Звучит, конечно, странно, но это не ребёнок, а тиран какой-то. И что ж, я уже знаю, как первым способом что-то попробовать сделать. У меня есть идея, ребятки. Короче, смотрите. Итак, первый способ очень, ребятки, простой. Мы его задобрим. Все дети любят сладкое. И давайте мы сейчас дадим ему тортика. Я думаю, что он сейчас отвлечёт. Тем более, он давно уже не ел. Слушай, у меня тут есть такая небольшая идея. Может, ты оторвёшь уже от твоего телефона? У тебя глаза, вон, слезятся, болят очень сильно. Давай я уберу Мишку, и ты лучше покушаешь тортика. Спасибо, конечно, дядя Компот, но на самом деле я не очень сильно хочу кушать. И стоп, ты намекаешь на телефон, я тебе его не отдам, я ещё играю. Вот дети, конечно, ребят умные у нас пошли. Ладно, может, договоримся как-нибудь или чё? Ух ты, а это что такое? А, это денюжки. Да что я сейчас куплю на денюжки? Мне денюжки не нужны, я же ребёнок. Понятно, окей. Хорошо, хорошо, ещё увидимся, ещё увидимся. Ребята, я понял. Нельзя, нельзя так действовать. Нужно действовать как-то более радикально. Короче, ребята, второй способ я вот только что придумал. В общем-то, у меня прямо сейчас в руках костюм Деда Мороза. Я надеюсь, что я его сейчас одену и должно прокатить. Ладно, погнали. Хоу-хоу-хоу, привет, малыш. Ух ты, какой у тебя вкусный тур, ё-моё, надо убирать эти игрушки. Так вот, я принёс тебе подарки, я Дед Мороз. О, подарки, это круто, подарки, это круто. Дедушка Мороз, спасибо, спасибо. Только можно я тебе стишок расскажу, и ты мне сразу дашь подарочек за это? Да, конечно, без проблем. Дам я тебе подарочек, рассказывай стишок. Ну, слушай, Дедушка Мороз, здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты, ты подарки нам принёс. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, тихо-тихо, тихо, откуда, ладно, всё-всё, я покидаю, ребят, ну его нафиг. Немного не тот стишок он мне начал, конечно, рассказывать ребятке, фух, благо я его остановил. Так, окей, хорошо, у меня уже два способа не прокатило, чёрт. Ладно, тогда используем серьёзный метод. Что ж, ребята, третий способ, как я говорил, он немножечко радикальный, вы готовы к этому? Ну что ж, ни пуха, ни пера, побежали, так-так-так, открываем дверь, всё, закидываем сверху шумоуху, сверху шумоуху, ждём, 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 ба, всё, отлично, залетаем, залетаем, ставь, ставь, руки вверх, телефон на место, телефон на место, те, 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 стоп, а, не понял, а где он, чё, чё за фигня, ё-моё, надо выбраться отсюда, стоп, а где он, я не понял. Дядя Компот, Дядя Компот, вы где? Чё? Чё? Это он откуда? Ты на улицу, что ли, вышел? Ты где? Дядя Компот, я над тобой, сверху, вон! Чё? Где... Ты, ты, эээ, ты чё, ты чё, ты чё, ты чё, ты чё туда залез, ты чё, а если ты упадёшь? Тихо-тихо-тихо, ё-моё, 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 вот псих, психопатич, просто псих, абсолютно невменяемый псих. Чёрт-чёрт-чёрт, давайте быстрее накопаем землю, нужно его спасать оттуда, ребята, чё за фигня, я не понимаю. Так-так, быстрее, тихо-тихо-тихо, ты как туда залез, ты чё, совсем что ли с ума сошёл? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, всё-всё, давай, слазим-слазим. Всё, короче, ребят, мне это надоело, я, я готов, отлично. Сейчас следующий способ у нас, это способ, ребятки, подкопа. И как мне кажется, он будет в данный момент самым эффективным. Мы сейчас подкопом просто немножко прокопаемся и аккуратно снизу паденем этот телефон и заберём. Так, надеюсь, никто не палит, он из дома не выходил на всякий случай. Вот так вот застрою на всякий, опять-таки, случай. И всё, и потихоньку, короче, будем копаться прям до самого конца дома. Так-так-так-так, аккуратненько, потихонечку, помаленечку, опа, мы докопались, мы докопались. И вот примерно тут, нет, я бы даже сказал, знаете где? Наверное, вот даже вот тут вот он сидит. Ну чё, давайте тогда аккуратненько подкопаемся. Ня-ня-ня! Ааа, ё-моё, господи, ты чё так пугаешь? Ты дурак, тут шумоизоляция плохая, всё было слышно. А, окей, я вовсе не хотел... Сваливаем, 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 всё, бежим отсюда нафиг. Ребят, ребят, внимание, пятый способ, он гениальный, я его только что придумал. Но все дети же любят поспорить, их очень легко забайтить на самом деле, ребятки, и мы сейчас этим займёмся. Я поспорю с ним на телефон, это мой пятый способ, и, как мне кажется, он беспроигрышный. Эй, 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 слушай, у меня к тебе... Да ё-моё, я уже задолбался на него наступать, давай его сюда куда-нибудь уберём временно. Слушай, у меня есть такая небольшая идея, спорим, вот, что ты мне точно сейчас проспоришь телефон, а? Нет, я тебе его не проспорю. Ну, конечно, конечно, я знаю такие вопросы, на которые ты точно не знаешь ответа, просто я тебя сделаю на раз-два, и ты мне точно проиграешь телефон. Чего? Да задавай вопрос любой сложности, я тебе сейчас отвечу, я ещё в детском садике. Ну, я всё знаю, я всё, например, то, что, то, что, этот, ну, ну, короче, я всё знаю. Да-да-да, ладно, ладно, хорошо, тогда спорим на телефон, договорились? Да, давай, хорошо, договорились. Всё, окей, я тебя за язык не тянул. Ладно, ребёнок, так сказать, расскажи мне, что такое теория относительности? Э-э-э, теория относительности? Ты чё, дурак, что ли? Это же очень просто, это физическая теория пространства-времени, то есть теория, описывающая универсальные пространства-временные свойства физических процессов. Чё в этом сложного-то? Ладно, я пойду, короче. Так, ладно, ребят, этот способ, забудьте про него вообще, я вам его не показывал, пойду прогуляюсь. Думай, Рома, думай, Рома, думай, Рома, думай, 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 нужно придумать шестой способ, шестой, как же его отвлечь? А, отвлечь? А может, посмотрите, что у меня в сундуке есть? Может, ему что-то... Ё-моё, я как же задолбался наступать на этого солдатика! Вот так вот, я думаю, будет лучше. Ладно, хорошо. А, так, чё у нас тут есть в сундуке? Меч, опасность, слишком ему давать. Мотыгу тоже поранится, кирку тоже шлем. Он в нём утонет, изумруды не изумруды, мне самому нужны. Яблоко подавится. О, железные блоки. Они блоки, вот тут ещё палки есть, железо, редстоун. Ну, короче, слушай, на, вот, поиграйся чем-нибудь, я не знаю. Может быть, во дворе ещё сейчас поищу какие-нибудь цветочки. Поиграйся с ними, зачем тебе этот телефон нужен? Вот, ещё, ребятки, давайте одуванчик этот возьмём, этот, и вон ещё красный мак возьмём. Хм, какой бы выбрать из них, да пофиг, они все одинаковые. Вот, всё, всё, я собрал ему цветочков. Ребят, ну пусть играет, с цветочками, там, не знаю, железными блоками. Пусть какой-нибудь замок построит, не знаю, что-то типа этого. Что? Компот, привет, я собрал циркулярную пилу, смотри, как она работает. Эй, тихо, 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 ты чё, ты чё, ты чё, ты чё, ты чё, ты чё? Ты чё, ты как это сделал? Ты чё, это из железных блоков железо-палок и редстоуна собрал? Да ну нафиг. Чё? Чё, как ты это? Чё? Я, слушай, я даже боюсь эти цветочки. Давай, вдруг ты из них соберёшь большой адронный коллайдер? Я не знаю, нафиг надо, нафиг надо. Да не, не, пойдёмте, лучше это уничтожим. Чёрт, этот способ тоже провалился. Ничего ему другое давать вообще нельзя. Всё, ладно, хорошо, финальный способ, седьмой способ. Я сейчас попробую как-то сделать это, втихую как-нибудь стащить этот телефон. Всё, давайте забежим. Слушай, я... Так, ребята, тихо, погодите-ка. Эй, ты чё, лежишь? Ммм, как же я люблю спать, спатеньки. Ребят, он, он уснул, он слопал торт и уснул. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 т И пока.